Водитель Сергей Иванов утром так торопился на работу, что теперь в лучшем случае попадет туда к обеду. Выезжая со двора на улицу, не пропустил легковушку и стал виновником аварии. Спешил, налево не успел посмотреть и вот так произошло, что у нас столкновение. Задето крыло, царапано и диск машины. Это легкое ДТП, водитель среагировал хорошо. В неудобную ситуацию попал и автомобилист Максим Петров, который следовал на дачу. Из-за аварии пришлось задержаться в городе. Терять времени даром и ждать инспектора в ГАИ водитель не стал. Вместе с соучастником ДТП нарисовал схему происшествия и отправился в ближайшее подразделение ДПС. Там же оформил протокол и заключение о законном обоснованном решении. На это ушло не более часа. Очень удобно оформлять данный способ ДТП по европротоколу. То, что намного времени экономим мы. Не надо ждать инспектора дорожной патрульной службы. Как все быстро мы составили протокол евро. И сейчас поедем в ГАИ. И я думаю, в течение часа уже мы поедем каждый по своим делам. Чтобы во время аварии не ждать полицейских и самостоятельно решить конфликт, нужно соблюсти несколько правил. Материальный ущерб, нанесенный автомобилем, не должен превышать 100 тысяч рублей. Водители и пассажиры должны быть без травм. А одному из участников ДТП нужно добровольно признать свою вину. На это, соответственно, тоже стоит обратить внимание. Если участники ДТП видят, что ситуация какая-то незначительная, повреждения незначительные, то оформляют согласно пункту 2.6. Если уже у кого-то из участников возникнет малейшее подозрение, что повреждения могут быть довольно-таки значительны и превысить тот определенный порог, то, соответственно, лучше и необходимо вызвать сотрудников ДТПС. Чтобы снизить количество аварий на дорогах в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы, в Самаре проводятся рейды по выявлению тонированных машин, наличию детских удерживающих устройств трезвым и вежливым водителям. Все эти мероприятия направлены на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий. Зачастую к трагедиям приводит и незнание элементарных правил дорожного движения. Сотрудники отдела пропаганды призывают автомобилистов ответственно относиться к правилам, быть внимательными и осторожными. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.